4 числа уже августа месяца в полдень собрались почти сейчас занимаемся картами рядом с нами находится тригорский монастырь вот тут вот чуть левее за этим мысом тригорский монастырь свято-преображенский мужской монастырь обитель житомирской и новоград-волынской епархии селе тригорье житомирской области находится на краю бровистого скального мыса излучины реки тетери в 20 метрах километрах километрах от житомира тут пишут что по одним данным основан в 1523 году вот но есть сомнения в этом более достоверные сведения о монастыре начинаются с начала 17 века в ведомостях о тригорском преображенском монастыре в 1854 году говорится основателями всего монастыря в 1613 году были помещики трояновское имение николай и федор александровичи вороничи православного исповедания приезжал сюда и петр могила в 1664 году описал свой приезд он в то время там проживало 80 монахов находящихся в большом смирении и строгой жизни как написано было во времена боев казаков с поляками обитель неоднократно подвергалась разорению так в 1651 году казаки возвращаясь после поражения под берестичком напав разграбили монастырь разрушена была и церковь святой троицы новый деревянный храм во имя преображения господня построен был в 1625 году и такое вот случалось в те времена изрядно дикие причем это монастырь был тогда православным не униадский тригорский монастырь становится униадским в 1723 году во время восстания гайдемака в 1768 году монастырь захватил его иван гонта выгнавший униадского игумена левицкого последний нашел убежище в уманском монастыре но был убит максимум залезняком в 1793 году после второго раздела польши к российской империи отошла восточная волынь до 1795 года монастырь находился в ведении униадского митрополита Ростоцкого когда митрополию ликвидировали монастырь был отдан под начало полоска униадского архиепископа Ираклия что интересно такое замечание здесь митрополит Иван Семашко собрал наиболее на его взгляд упорных униатов и католиков и отослал их в три горя здесь их был такой бастион католический духовное твердыня а ну а вот в 1839 году монастырь переходит в православное с настоятелем монастыря Леонтием Скибовским униатов из монастыря отправили в Курский монастырь монастырь был передан в волыны житомирской православной епархии в этом году внутри приборожитского храма привлекают внимание фрески особенно впечатляющая картина страшного суда нас Бог может увидим сегодня если пустят церковь создана в русско-византийских архитектурных формах Тоновского направления уже при большевиках в 1930 году монастырь закрыли и превратили в склад в братском корпусе сельская школа находилась в 1938 году разрушили храмы Богоявлинский и Святых Жон Мироносец в 1941 монастырь открыт немцами и как городской приходской крам действовал до 1990 года в монастырском же корпусе продолжала находиться сельская средняя школа такой симбиоз в 1990 году вновь здесь возродилась монашеская жизнь с 20 монахами на 12 год что интересно в 1984 году после постройки плотины на реке Тетерев вода поднялась на 20 метров под угрозой затопления оказались монашеские пещеры 14 века и сам монастырь ну вот уже 14 века здесь все-таки есть какие-то свидетельства пусть не было монастыря, но пещеры уже были оказываться святыней монастыря является местоочтимая чудотворная икона Божией Матери Тригорская относящаяся по стилю письма к 18 веку по легенде она появилась на источнике близ монастыря все значит плотину построили в 1884 году чудовищно поднялся уровень воды в Тетереве не ожидал что здесь может быть такая глубина впрочем мы еще поинтересуемся у местных жизней ну вот дорога прямо к Тригорскому монастырю это село у нас Тригорья небольшое калита красная созрела никого лавочек здесь много прохpaid одну 都是 немного я могу убежать смешим л stimulation Здесь красиво Здравствуйте Сон мне раньше здесь нравился, но чуть-чуть уже не такой роскошный, многое отцвело, уже конец лета У меня эти садовые скульптуры, цапля, кот с хвостом, грибочки Такое впечатление, что это женский монастырь, но вот такие находятся монахи-любители всего этого Светами пахнет розовый Еще кое-где остались Здесь слияние двух речек, вот это собственно Детерев А там какая-то бобрица что ли Мы туда не пойдем в беседку Посмотрим картины страшного суда А это монастырский сад, наверное спуск Как всегда Садик Мы не будем тревожить Монахов Монахов Вон какая красиво Настрижены кусты Шарами Зайдем во сам храм Настрижены кусты Настрижены кусты Настрижены кусты Настрижены кусты Настрижены кусты Садик Садик Вот он страшный садик Настрижены кусты Настрижены кусты Настрижены кусты Настрижены кусты Настрижены кусты Садик Кусты Красиво Здесь Воскрешение Лазаря Роспись Ну что, лучик один пробивается Солнышко движется Подсказал мне монах Вход оказывается на ступенечках Трехгорская Что-то дурная икона Сейчас приложимся к ней И поедем Вот здесь Под спудом соборного храма Покоится прах Строитель этой храма и настоятель монастыря Архимандрит Леонтий-Скиболский 1723-1780 Роскошный здесь лес, конечно А как пахнет Ну что, до свидания, Кригорья Нам лучше Не задерживаться Долгий путь впереди Мне тут рассказали В монастыре Что есть Недалеко в Денышах Замок одного из Семьи Знаменитой Сахарозаводчиков Одного из Терещенко Но Я подумал И решил Не разворачиваться А что касается Тетерева Спросил Намного ли поднялся Уровень воды После постройки водохранилища Сказали на 15 метров Это ж надо На 15 метров Говорят, что тут До строительства Волохранилища Альпинисты На этих крутых берегах Тренировались Теперь уже, конечно И высоты не хватает Как роскошно Селебрится вода Под ветром Да, места заповерны На самом деле Зря, конечно, здесь Все это Настроили эти водохранилища Говорят, что Электроэнергия Больше здесь не производится Я спросил монах У меня ответил Все Осталось Только само водохранилище С которым уже Не знают, что делать Не спустят же его Неужели здесь есть ведро Мы попали Благословенный край Где в колодцах есть ведра Или нет Нам уже пора набрать воды За ночевку у нас Вышло Три литра Ну-ка Если Здесь есть ведро Я верю в тебя, человечество Ты не настолько погрязывал в пороках Чтобы Умереть Я верю в человечество Еще молодые березки Ветром колышет Что-то вот вспомнился Есенин Только взглядами Стала проясняться для меня Его величина Подумаешь, что там деревенский мужик Пусть и из небедной семьи Писал стихи о природе Многие пишут И только потом По прошествии многих лет Стало понятно Все его чародейство Он настоящий, конечно, чародей Вот И до него, наверное, кто-то сравнивал Юную березку с девушкой Несомненно Но после него Не сравнивать уже стало невозможно Это стал просто классический образ Часть нашей, даже мировой культуры Он создал настолько сильную Символику Символизм Явлений природы И души человеческой Влияние его таланта Уже сложно избежать Практически невозможно Он стал неотъемлемой частью культуры А ведь Глубокая культура Она символична Несомненно В ней главные символы Он называл себя иммаженистом А Бог назывался символистом Вспомнилось его стихотворение Только часть Видали ли вы Как бежит В туманах озерных кроясь Железной ноздрю И хрипя На лапах чугунных поезд А за ним Словно на празднике Отчаянных гонок Закидывая ноги Головья Скачет длинноногий жеребенок Милый-милый Смешной дуралей Ну куда же ты гонишься Неужели ты не знаешь Что степных коней Заменила остальная конница Неужели ты не знаешь Что в степях Бесприютных Той поры Не вернет твой бег Когда пару Красивых Степных Россиянок Отдавал за коняк Щенек Да Есенин смотрел Очень далеко Если Вдумываться Гораздо дальше Того Куда смотрел Вовек И вот это природное Чутье Его Ни капельки не подвело Фактически Он маг И чародей Человек Принадлежащий Какому-то волшебному кругу Людей Избранных Кругу Которого очень мало Еще советский мозаи С петушками С цветами Дремячи Ехал и думал О Есенин Что-то в современности В его современности Вызывало у него В восторге Одобрение Что-то он не принимал Нельзя сказать Что он был вообще Против прогресса Такой Махровый Консерватор Но В глубине души Видимо у него было ощущение Что Прогресс Несет в себя Что-то мертвое Что приходит На смену Живому Кто-то он понимал точно И думаю Он не ошибся На самом деле Прогресс есть мертвое А то, что любил Есенин Было живым И поэтому У него такая вот Раздвоенность Мучительная Всегда была Он и себя-то считал Гостем На этой планете Вот и пейзажи Пошли Красивые Полынь Пахнет Вон Стреножная Лошадь Пасется А вон там Далеке Еще одна Пить хочется Но я креплюсь Чудновский район Здесь Кругом продают Чернигу Каждые полкилометра Здесь Точка О Это мне витамины В дорогу Попробуем Тверденькие Дуже Сладенькие Мне помутся Отлично Я вчерашний Выкинул Уже Слишком Погались Красивый вид Это мы Из чудного Выезжаем Старый Город Латина Здесь Промышляем Здесь Промышляем Чудесный вид Красивая Такая задумка Для сирской Архитектуры Для деревенской Дубовая Колонны В виде просто Ошкуренных Стволов Деревьев Красота Вот это мне нравится Вот это Просто Замечательно Здравствуйте Доброго дня Это транспорт Это транспорт С которым я Нынче Единственное могу Конкурировать Все остальные Вне моего предела Какие-то они угрюмые Нездоровятся Впрочем Вид у меня Более чем Странный Поэтому Их поведение Объяснимо И просительно Вот люблю Такие Открытые места С лугами Полями Небольшими 12 часов Наверное Это главная площадь Это мы В городе Любовь Или Любарь Как правильно Решил я Все-таки Чуть поднажать И не становиться Рано На ночевку Надеюсь Найти хорошее место Километрах 6-7 Отсюда Чтоб так и не мне Сильно Ночь Затягивать О, москвич Наверное, он его скоро починит Видно, что Табличка Табличка Продаю Значит уже починю В москвич на ходу Будем купить Такую штуку А что Восьму да куплю Я теперь знаю Где это продается Заехал ее за Любар Пора уже Искать место Для Бифака Солнышко садится Где-то здесь Надо Почевать Останавливаться Трава здесь хорошая Дорога не шумит Сейчас я немножко Обойду Окрестные места И уже решу Здесь внизу Низинка заполоченная По-моему Даже я и В воду видел Что-то вроде Пруда с резкой Небольшого Ну что ж Место здесь Роскошное Просторное солнышко Вон там Все Место я нашел Здесь и станем Вот здесь ровная площадочка Кто там кричит Недовольный Вон здесь хозяин Пора разворачиваться Луна встает Из-за леса Какая уже большая Какая уже большая Какая уже большая Какая уже большая У меня чувствуется некое лицо, это все замечают. Глаза, нос, рот. Вот Винтера уже видно. Другие звездочки поменьше. Вода, трасса гудит в полкилометре. Нам это особо не мешает. Все, спать.